Дом за год Мы находимся на этапе монтажа входной двери. Наш выбор пал на стандартную входную металлическую дверь. Она из себя представляет металлический каркас. С двух сторон обшита МДФ под имитацию дуба. С внутренней стороны она у нас зеркальная. Внутри дверь утеплена каменной ватой. Она проходит по минимальным требованиям по теплосопротивлению. Входные уличные металлические двери должны иметь минимальное утепление толщиной 50 мм. Выбор варианта входной двери лег на плечи дизайнера. Дизайнер подобрал входную дверь, исходя из оттенков отделки фасада. На начальном этапе проектирования у нас была выбрана нестандартная дверь высотой 2,20 мм. По решению дизайнера мы будем устанавливать дверь высотой 2 мм. Поэтому для подготовки дверного проема необходимо занизить высоту этого проема, что в данном случае мы сделали с помощью экструзионного пенополистирола. Так как у нас будет выполняться дополнительное утепление фасада и будет выполняться вентилируемый фасад, мы дверь монтируем под лицо с наружной стороной блока. Это необходимо для того, чтобы завести утеплитель с фасада на дверной блок. Тем самым мы не даем промерзнуть дверной коробке. Первым этапом в монтаже входной двери является установка коробки данной двери. Данная коробка механически крепится к газобетонным блокам. После этого монтируется уже дверное полотно и пропенивается вокруг шов двери. Коробка входной двери будет крепиться с помощью специализированных анкеров. Данные анкера монтируются в газобетон и надежно держат нашу коробку. Монтажная пена необходима для теплой звукоизоляции при установке оконных и дверных блоков. Запенивание монтажных швов при установке входной металлической двери производится на последнем этапе, после закрепления двери механическим крепежом. Хотелось бы отметить, что при установке оконных и дверных блоков монтажная пена не является крепежом, и данные конструкции необходимо крепить механически. Пропенивание происходит после того, когда установлено дверное полотно, потому что если пропенивание производить до установки дверного полотна, то возможно выдавливание дверной коробки вовнутрь с монтажной пеной. Перед применением баллон с монтажной пеной необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 12 часов. Также непосредственно перед применением баллон необходимо растрясти в течение 30 секунд. Затем необходимо навинтить баллон с монтажной пеной на пистолет, отвинтить регулировочный винт и стравить некоторое количество пены в контейнер с мусором. Это необходимо для удаления остатков очистителя монтажной пены из пистолета. Нельзя наносить монтажную пену на поверхность, покрытую льдом или инеем. Непосредственно перед заполнением монтажной шва рекомендуется немного увлажнить поверхность водой. Это увеличит скорость полимеризации и позволит получить более качественную структуру пены. Полости и трещины глубже 5 см необходимо заполнять в несколько приемов с интервалом в 10-15 минут. Основными характеристиками монтажной пены являются первичное и вторичное расширение. Первичное расширение это то расширение, которое образует пена сразу при выходе из баллона. Вторичное расширение это то расширение, которое образуется после выхода пены из баллона и до набора окончательных ее свойств. Выбор монтажной пены зависит от типа конструкции, который необходимо смонтировать. Например, при установке оконных блоков возможно применять монтажную пену с хорошим первичным расширением и умеренным вторичным расширением, чтобы полностью заполнить большой монтажный шов. При установке межкомнатных дверей рекомендуется применять монтажные пены с минимальным вторичным расширением, чтобы не было избыточного давления на конструкцию. При установке входных металлических дверей возможно применять также монтажные пены с хорошим первичным расширением и умеренным вторичным расширением. Неправильно подобранная монтажная пена не повлияет на качество монтажа, но приведет к необоснованному перерасходу материала. На данном объекте при установке металлической входной двери мы применили монтажную пену с хорошим первичным расширением и умеренным вторичным расширением. Данная монтажная пена обладает повышенным выходом из баллона до 70 литров. Также данная монтажная пена имеет мелкопористую структуру ячеек. Мелкопористая структура ячеек дает лучшие характеристики по тепло- и звукоизоляции. Из нашего дома предполагается два выхода. Первый – это уже основной вход, где у нас монтирована металлическая дверь. А второй выход – это выход из кухни-гостиной на террасу. В этом месте у нас смонтирована балконная пластиковая дверь. Данная дверь выполнена из пластика ПВХ. Она является двухконтурной. Нижняя часть у нас глухая, а наверху установлен стеклопакет. Монтаж балконной двери происходит в такой же последовательности, как и монтаж входной двери и обычных межкомнатных дверей. Устанавливается сначала дверная коробка, она крепится механически. Далее мы устанавливаем дверное полотно, которое регулируется и настраивается в правильном положении. После этого мы заполняем проем монтажной пеной с малым вторичным расширением. Полный процесс полимеризации составляет 24 часа. После этого необходимо срезать излишки монтажной пеной и защитить от воздействия ультрафиолетовых лучей. Эксплуатировать дверь возможно на вторые сутки, после того, когда пена уже встанет. Смотрите новые видеоролики проекта «Дом за год» каждую неделю и принимайте участие в конкурсе.